15 декабря в Централизованной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска состоялось мероприятие, посвященное двухлетию женского клуба. Отметим, что проект был запущен в 2021 году с целью формирования уникального пространства для адаптации и интеграции женщин, для которых Каспийск стал новым домом. Женский клуб – это проект движения Матери России, Республики Дагестан и библиотечной системы имени Фазу Алиевой, созданной при поддержке администрации города. Это сообщество вдохновленных, творческих, прекрасных женщин, которые нацелены развиваться. Это общение по интересам, это заряд энергии, это возможность открыть для себя новое хобби, узнать много интересного и полезного. В ходе мероприятия участницы клуба подвели итоги года, а также рассказали о проводимой работе. Это оказание поддержки женам, участникам ИСВО и их семьям, создание проекта «Путь к себе», который направлен на гармонизацию внутреннего состояния женщины и многое другое. Очень много было в течение года проведено мероприятий, как социального характера, так и развлекательного характера. Очень много полезной информации девочки получили. И очень радует, что практически на всех мероприятиях бывают задействованы очень многие девочки, что работаете вы сообща. Я думаю, это будет, это польза для обеих сторон. В ходе мероприятия были проведены различные мастер-классы, интерактивные игры и викторины. А также организаторы торжества подготовили и культурно-развлекательную программу, где участниц клуба ждали музыкальные номера от Марины Труниной, Юлии Козловой, Сабины Тагировой и других исполнителей. Здесь судовая доблесть и оплот, Россия наша здесь надежный флот, Историю свою мы сохраним И новые вершины покорим. Поздравила участниц клуба и руководитель сообщества силам матерей Сифижат Магомед Расулова. Она пожелала девушкам мирного неба над головой, счастья в семье и благополучия. Пусть все наши ребята, которые сейчас на передовой вернутся к своим родным и близким, живые, здоровые, чтобы мамы обняли сыновей, чтобы жены, мужей, сестры, братьев, и чтобы в нашем сообществе родных погибших в спецоперации сила матерей не прибавлялась больше ни на одного человека. Пусть на этом все закончится и с началом 2024 года во все семьи, на весь мир, воцарится мир, благополучие, счастье и здоровье. Стоит подчеркнуть, что двухлетие клуба прошло под эгидой «Офицерские жены. Гордость России». Тематическое трогательное стихотворение рассказала кавалер Ордена Мужества, майор медицинской службы в отставке, ветеран боевых действий Елена Залова. А также она отметила, что быть женой офицера – это нелегкий труд. Среди нас очень много жен офицеров. Быть женой офицера – это нелегкий труд, это профессия. Вы, именно вы, надежный тыл, который обеспечивает практически 90% успехов ваших супругов, ваших мужей на службе. Это сродни подвигу. Но за это не положено ни орденов, ни медалей. Но что-то героическое в этом есть. Кроме того, в ходе мероприятия была проведена беспроигрышная лотерея, где все участницы получили различные призы от спонсоров. Депутата Каспийского местного отделения партии «Единая Россия» Долга Тарасулова. Также поддержку в проведении мероприятия оказали женщины-предприниматели города Каспийска и Махачкалы.